Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Ирины Нижалова. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от Неницкого округа Сергей Коткин. Сергей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сергей Николаевич, завершается очередная весенняя сессия Государственной Думы. Расскажите, пожалуйста, об её особенностях. Ну, в сессии ещё нам работать июль месяц. Самое напряжённое, я думаю, что это будет у нас месяц в году, поскольку уже Советом Государственной Думы принято решение, что мы помимо вторника и четверга рабочего, когда проводим два раза в неделю пленарное заседание, принято решение ещё весь июль проводить и в среду эти заседания, поскольку действительно вопросов очень много, вопросы актуальны. И если говорить об особенностях, наверное, той сессии весенней, сессии, которая сейчас идёт, безусловно, это, прежде всего, послание президента, которое было озвучено жителям России, и его майские указы. Те указы, которые мы ждали все. Наверное, каждый житель России, каждый житель Неницкого автономного округа чувствовал, что нужны перемены, нужны изменения, причём изменения достаточно оперативные. И когда мы проводили и проводим приёмы на региональную неделю, вот каждый месяц в округе, это ощущалось всё в ходе приёма граждан. И приятно то, что в послании президента и в майских указах было озвучено то, что мы, ещё раз говорю, все ждали. Я не буду перечислять, какие цели и задачи поставлены президентом России. Прежде всего, конечно, перед правительственным блоком, перед правительством, в целом перед жителями России. Но очевидно, что это нужно было делать. То расслоение в обществе, которое сегодня идёт по доходам, уровень пенсии, уровень заработных плат, уровень экономики, в целом роста экономики, инфляционные процессы. Практически всё изложено в послании президента. С учётом этого правительством приняты меры, уже принимаются меры. Прежде всего, конечно, мы увидели, что у нас произошли достаточно серьёзные изменения в правительстве, в кабинете министров. Стало 10 вице-премьеров, увеличило количество замов, курирующих. Изменена несколько, скажем так, структура в целом правительства. У нас Министерство образования и науки преобразовалось в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Расширили функции Министерства связи и массовой коммуникации. Она стала Министерством цифрового развития и массовой коммуникации. Появились новые министры, мы увидели. Это сельское хозяйство, это строительство, природные ресурсы. Совсем недавно мы согласовали кудрина нашего земляка, Архангельского Алексея Леонидовича, на счётную палату Российской Федерации. Это наш контролирующий орган Государственной Думы. С приходом его мы с ним встречались, задавали много вопросов. И мы рассчитываем на то, что счётная палата более эффективно будет работать. Особенно с точки зрения контроля за эффективностью использования бюджетных средств, борьбы с коррупцией. Вот в этом отношении на него мы возлагаем такие серьёзные надежды. Хотя и эффективно работала счётная палата и при Татьяне Алексеевне Голиковой. Но здесь, когда мы задавали ему вопросы, и то программное выступление, с которым он выступал, безусловно, говорит о том, что, наверное, это наиболее подготовленная кандидатура, которая сегодня предложена президентом на счётную палату. То есть правительство сформировано, задачи поставлены, цели поставлены. То, что их выполнять нужно, никаких сомнений нет. Те майские указы, которые были президентом ранее озвучены и доведены до жителей России, они выполнены на 96%. Осталось там 25 миллионов занятых граждан, 17 миллионов у нас есть на сегодня. Но эта программа, она ещё не закончила свои сроки. И то, что президент озвучил, безусловно, это нужно выполнять. Сомнений никаких нет, что это будет выполнено. А вот как будет выполнять правительство то послание президента и тот майский указ, пока для депутатов Государственной Думы непонятно. Почему? Потому что нужно дополнительно на реализацию послания президента и указов порядка 8 триллионов рублей. Где их взять? Вопрос. Нужны какие-то реформы. Нужен рост экономики. И рост экономики не в полтора процента, какой имеет место, а на уровне европейских развитых государств. Как это всё будет, пока непонятно. Но нам сказали о том, что к первому октября должно быть сформировано 12 национальных проектов. И в этих национальных проектах мы увидим, каким образом исполнительная власть правительства Российской Федерации планирует исполнение майских указов президента. Но с точки зрения Государственной Думы, здесь работа предстоит очень серьёзная. У нас уже сформирована рабочая группа. Уже принимает, в работе находится ряд проектов законов. Но вот если говорить о тех национальных проектах, которые мы ожидаем увидеть в октябре, мы сейчас, кстати, работаем с правительством. Уже формируются программы, кстати, у нас, Ненинский автономный округ, как Архангельская область совместно работают. Для нас очень важно, чтобы Ненинский автономный округ максимально вошёл в эти национальные проекты. И туда уже вошли углубления реки Печоры, экологические проблемы по Печорию, её углубления. Об этом мне приходили на приём целая делегация и не одна житель Ненинского автономного округа. Мы знаем о том, что река Печоры мелеет, цветёт, рыба с запахом, есть её невозможно. Глубина Печоры даже на входе к нашему морскому порту она серьёзно заилилась. Тоннаж судов уже приходится снижать. Это очень серьёзные проблемы, которые нужно решать. Я выходил и готовил к профильным министерствам записки с проблематикой, но здесь отдать нужно должному нашему губернатору Александру Витальевичу Цибульскому. Когда я поделился с ним проблемами, что не всё получается, что как бы я был у профильного министра, мне задают вопросы, а сколько городов-миллионников по Печоре? Ну, по Печоре у нас вообще только город Печора и город Нарьенмар, по большому счёту. И он называет, сколько городов-миллионников по Волге. Ну, когда я понимаю, что он владеет ситуацией, я говорю, ну, не называя ему эту сумму, знаю, что мы будем выглядеть очень бледно по сравнению с Волгой. Он говорит, а по Волге столько-то. И Волга вот так-то, так-то. Деньги огромные, нам нужно сначала Волгу углублять. Но хорошо, что Александр тоже витальевич Цибульский говорит, а сколько в экономику России мы даём Волга, и сколько даёт Тимана Печора? Бюджет Российской Федерации. Тем не менее, вот я знаю, что он выходил на профильные у министра, на правительство, и сегодня решение принято. И более того, Печора через запятую за Волгой идёт Печора по углублению реки. То есть мы на втором месте? Да, мы не на втором месте, а мы в списке рек, которые нужно нам делать. И мне Александр Федорович показывал схему, план углубления Печоры. Я думаю, что в ближайшее время эта работа начнётся. Это первое, которое нужно делать, и она уже как бы в нас в проект войдёт. Потом по дороге на Усинск. Ту дорогу, которую мы строим достаточно активно, на Ринмар-Усинск. Нам очень важно её передать на федеральный уровень, поскольку содержание – это сотни миллионов рублей для бюджета окружного. Решение такое и принято, и это тоже уже есть и в проектах, о том, что вот эта трасса, которая, надеюсь, будет построена, она войдёт, увы, уйдёт на федеральный уровень. И федералы будут её, дай бог, и достраивать, может быть, и на её обслуживание. Кроме того, я думаю, что стратегически важно, нам кажется, думается, войти по Северному морскому пути, максимально в округе должен туда зайти. То, что два месторождения, в перспективе планируется здесь создание «Газпромом» и «Лукоилом», это «Лаевожское», там второе название, сейчас не вспомню, это крупнейшее месторождение, это решение такого стратегического уровня, это органов исполнительной власти местной, совместно с федерацией. И я думаю, что вот эти предприятия, они, безусловно, дадут толчок к развитию низкоавтономного округа. То есть, в целом, у нас вот те национальные проекты, которые будут к октябрю нам представлены, вот здесь большая работа, и у меня просьба, но мы работаем достаточно тесно с профильными департаментами, чтобы регион вовремя представлял заявки. То или иное министерство, департамент, чтобы мы входили в эти федеральные программы. Почему? Потому что под лежачий камень вода не течёт. Никто ничего просто так нам не предложит, пока мы сами не выйдем с инициативы, не будем добиваться, просить, чтобы нас включили в ту или иную программу по строительству школ, детских садов и прочее. Поэтому здесь, я думаю, что нам совместно с органами исполнительной власти самого различного уровня, и окружного, и регионального, поселкового, работа предстоит, в общем-то, огромная. Вот эта особенность, наверное, вот этой весенней сессии, потому что все мы понимаем, есть указ, есть послание, его надо выполнять. Все в ожидании, и не только в ожидании, уже в напряжённом работе, как это, что, куда двигаться, а пока вот такого чёткого понимания нет. Но я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим какие-то инициативы, я думаю, мы с вами сегодня ещё пообщаемся, и по пенсионному реформу, которую правительство предлагает, вот, по другим позициям. Но вот я бы назвал, наверное, вот эти особенности наиболее такими ощутивыми, и, на мой взгляд, самыми главными. Сергей Николаевич, я думаю, жителям округа будет интересно узнать, какие наиболее важные для нашего региона законы, принятые депутатами Госдумы в эту весеннюю сессию. Законов принимается на самом деле много. И вот когда мы с вами встречаемся практически ежемесячно, у нас, как правило, не хватает с вами времени для того, чтобы обсудить тот или иной проект закона, и проекты, и те законы, которые приняты. Очень бы хотелось, в общем, до жителей бы доводить ту информацию, которую принимается Государственным Думом, поскольку эти законы, ну, не как правило, практически всегда, они касаются жителя Нениско-автономного округа. Ну, наиболее такие, ну, значимые, я вот считаю, нужно обозначить. Прежде всего, это то, что мы внесли изменения в федеральный, в бюджет России на 18-й год, плановые 19-е, 20-е годы. Хочу доложить жителям округа, то, что впервые за вот последние годы Россия вышла на профицитный бюджет. Мы ушли от дефицита, и профицит составил 481,8 миллиарда рублей. Это замечательно. Ну, мы понимаем, откуда эти деньги. 40 долларов за баррель. Сейчас под 70. Понятно, что формирование значительной степени бюджета идёт за счёт нефтегазового сектора. Но и не только. Я уже говорил о том, что идёт тенденция к тому, что мы потихоньку замещаем, уходим с нефтяной иглы. И уже, если раньше было 60% это нефть, 40% всё иное, то сейчас уже сравнялось. И даже более того, уже мы уходим от нефти на производство, на производственную сферу и прочее. Но это очень несущественно на самом деле. Но тенденции на самом деле положительные. Так вот, те деньги, которые поступили в бюджет, они распределены на те, наверное, аспекты, которые более всего волнуют жителей России, не низкоавтономного округа. Это, прежде всего, поддержка бюджетов регионов, поскольку задолженность регионов сегодня очень большая, она более 2 триллионов рублей. Практически все регионы России они вынуждены были уйти на кредиты бюджетные, коммерческие, в том числе не низкоавтономного округа, не исключение. Поэтому в этой связи вот тут большая работа и финансирование проводится регионов. Кроме того, выделили 2,5 миллиарда рублей на автобусы школьникам, то, что мы всегда делали, то, что просили наши школы. Выделено 2,5 миллиарда рублей на скорую помощь. В принципе, мы, насколько я понял, по прошлым поставкам, когда мы сюда поставили машины скорой помощи, в принципе, округ уже обеспечен полностью новой техникой. Но, тем не менее, по регионам еще проблемы есть, и нам нужно посмотреть, есть ли необходимость ненескому автономному округу для машин скорой помощи. Кроме того, деньги выделены на оборонку, но уже идет существенное снижение на финансирование обороны, поскольку, если я еще месяц-два-три назад говорил о том, что там под 74%, 75% мы завершили полностью модернизацию вооруженных сил, то сейчас уже докладывают, что это далеко за 90%, и сегодня мы практически полностью наши вооруженные силы перевооружили на современный уровень, современное вооружение, до такого, которого равного практически у нас нету. Поэтому сейчас мы ощущаем, что туда финансирование значительно снизилось, и причем финансирование это было в таком практически с колес, деньги поступали, оборонное предприятие в кредит работало, погашали эти кредиты, кредит русской задолженности, и сейчас, по сути дела, уже вышли на такой уровень, достаточно спокойный, нет таких больших, когда мы, огромная сумма туда, даже когда пришел в Государственный Думу, там суммы приличные были, но мы все понимали, это нужно было делать. Сельское хозяйство на субсидирование межрегиональной авиации по самолетам вот Ил-114 в частности, Супер-ЖЭК-100, вот эти межрегиональные полеты, хотя отдельно бы нам нужно поговорить, мы сейчас с вами обсуждали, что будем обсуждать, по малой авиации, потому что я выступал на экспертном совете по Арктике, в Государственной Думе, вот, полностью весь пласт поднял по этим самолетам, можем отдельно поговорить по малой авиации, мы достаточно, на мой взгляд, активно работаем с нашим предприятием и с вторым архангельскими предприятиями, на здравоохранение, на социальную сферу, на экологию, в общем, везде, по всем направлениям достаточно существенно пошли вливания, финансирования, вот то, что изменения у нас в бюджет федеральный. Далее, на мой взгляд, очень важным, мне кажется, мы встречались неоднократно с коренными малочисленными народами, нашими здесь, речь идет о родном языке. Мы внесли изменения, в первом чтении закон принят, закон об образовании, и принято решение о существенной поддержке изучения родных языков. По сути дела, сегодня у нас 277 языков, 193 народа живет в России, 277 языков, 177 – это у нас по переписи. Но только по 5 языкам есть учебники, и только по 13 языкам есть программы обучения. По остальному ничего нет. То же самое у нас есть учебник. Мы, кстати, в этом случае продвинулись, у нас закон принят о нашем родном языке в Ненецком автономном округе. И у нас учебники. Есть другой вопрос, что этот учебник, он разработан ямальцами, и его понимает Восток, а не понимает Запад ненцы. Поэтому здесь принято решение о том, что мы рекомендовали правительству создать фонд для того, чтобы была разработана концепция изучения родных языков, для того, чтобы были программы, для того, чтобы были учебники. И или ученик, или родитель по заявлению, кроме русского языка, имеет право на обучение родного своего языка. И мы обязаны будем его преподавать, для этого обеспечить учебниками, обеспечить учителями, программой обеспечить и прочее. Вот этот закон, он, на мой взгляд, такой прорывной. Особенно мне это приятно, поскольку мы всё время об этом говорим, когда встречаемся с нашими коренными народами, с ненцами, вот у нашей СССР, организацией, которая очень болеет вот за этот вопрос. И он действительно имеет место, хотя Россия в этой связи, она, ну, впереди планеты все. Я могу много примеров привести. У нас есть государства, где более тысячи языков, то есть Индии, Индонезии там более 500, в Индии более тысячи, но есть примеры, когда на Западе, к примеру, языки, они просто-напросто исчезают. Причём исчезают в геометрической прогрессии. У нас же пока ещё скудная, небольшая поддержка, но с точки зрения поддержки вот изучения языков, поддержки вообще коренных молодчатых народов у нас достаточно такая серьёзная. Но, может быть, не те суммы, которые хотелось бы иметь, но, тем не менее, вот эта инициатива, в первом чтении принята, мы можем много о ней говорить, но, тем не менее, вот это основное то, что закон об образовании. Кроме того, внесли изменения в трудовой кодекс в первом чтении. Мы вернули, эта норма раньше была, сейчас не помню, по каким годам, но если родители имеют ребёнка трёх детей и более, они имеют право выхода в отпуск в любое время, когда они пожелают. То есть не согласовывая с работодателем? Согласовывая. Просто работодатель обязан предоставить в то время, когда пожелает выехать с детьми в отпуск. Вот это тоже мы приняли. Я думаю, что он пройдёт, безусловно, до третьего чтения. По сути дела, революция, наверное, другого слова. Я не подберу, это по долевому строительству. Каждый год, ежегодно у нас от 40 до 50 тысяч дольщиков обманутых по России. Здесь, в округе, это не характерно. Потому что, сколько я приёмы провожу, наверное, один или два человека у меня обращались по обману. То они строят где-то в Питере, по-моему, два человека. Так вот, сегодня принято решение о том, что, чтобы не было обманутых дольщиков, значит, эти счета будут сосредотачиваться на счетах эскроу, так называемую, в банке. Причём, строительные компании не имеют права эти деньги взять с банковского счёта, пока она не сдаст этот дом и не построит. Как только дом построен, принят, пожалуйста, деньги со счёта уходят строительные организации, и наши, те, кто вкладывался в банк, они получают все документы на квартиру. Причём, до 10 миллионов эта сумма ещё страхуется. Вот это очень важное решение, и кроме того, дали право субъектам федерального исполнительного власти на местах контролировать ход строительства, губернаторам даны права даже назначать людей, которые контролируют вот эти все вещи по строительству. То есть, очень такой объёмный проект закона, который, самое главное, нацелен на то, чтобы обманных дольщиков мы забыли что-то такое в России. Я думаю, что это произойдёт. Я задавал вопрос на профильном комитете, когда обсуждался, не повлечёт ли это увеличение цен на жильё, поскольку ведь строительная организация должна привлечь какие-то деньги, она привлекала деньги дольщиков, но заверяют, что не произойдёт, поскольку этот процесс, он всё равно деньги есть, они уже считают, что деньги организации эти на банке, там предусмотрены кредитования и прочее, поэтому, ну, заверяют так, по крайней мере, заверяют, что этого не будет. Прошла моя инициатива наряду с другими депутатами, это о защите прав потребителей. То, что у нас прорезла зимняя вишня, то, что у нас в торговых центрах, пожарная безопасность, то, что, когда мы расширили функции МФЦ, и причём Иоанненецкий автономный округ был у нас как бы вот пионером в этом направлении, когда мы пошли, паспорта стали выдавать через МФЦ, потом платежи, коммунальные услуги через МФЦ, сейчас мы предложили и депутаты поддержали и мою инициативу, и там много депутатов подписалось, о том, что через МФЦ будут подавать мы заявления о нарушении прав потребителей. Более того, консультировать даже будут людей по проблематике именно прав потребителей. Во главу поставлено гражданина. Всё на защиту его. Попробуйте там в НИСИ, в Шойне обратиться Росприроднадзор. У нас по году в Росприроднадзор идёт порядка 700 тысяч обращений в целом по России. На это обращение проанализировали, посмотрели, это центры. С села люди практически не могут обратиться с то, что у них нарушены их права. Сейчас через МФЦ у нас практически во всех населённых пунктах это есть, и люди имеют прямое, самое прямое плечо по защите своих прав. Первым, чья инициатива принята, я думаю, что она вот пойдёт дальше и безусловно будет принята. Кроме того, в стратегическом планировании у Российской Федерации у нас есть закон федеральный, так вот сейчас мы внесли изменения, если раньше губернатор в отчёте, он недавно выступал в социальном и экономическом положении, мы давали только статистику о том, сколько иностранцев находится на той или иной территории, сколько мегирировалось, сколько работают, а сейчас в обязательном порядке федеральные органы исполнительной власти должны составлять программу, видеть, что они увидят по годам, сколько нужно привлекать иностранные силы. Почему? Потому что и здесь, и когда приём ведёшь в Государственной Думе, избиратели жалуются о том, что иностранцы работают, а нам возможности трудоустроиться нет. Ну, понятно, какие там причины и прочее, но тем не менее, когда начинаешь спрашивать, сколько людей у вас будет работать в 17-м, 18-м, 19-м годах, кампо-объектам, что, чего, не было такой информации. Только статистику нам давали. Сейчас это в обязательном порядке должно быть прогнозирование, об этом должны знать наши педагоги, учебные заведения, предприятия, что, где, какая-то рабочая сила им понадобится, и сколько мы увидим иностранцев. Сколько мы увидим иностранцев. То есть, на мой взгляд, тоже такой закон, который важен. Ну, и изменения в гражданский кодекс мы внесли, ввели понятие наследственный договор. Как правило, когда уходит в мир иной кто-либо из супругов, начинаются проблемы по имуществу, кому чего отойдет. Сейчас это 10 лет над этим проектом закона работало, и Государственная дума, рабочая группа была. Мы сейчас его приняли, этот закон, по-моему, в первом пока чтении, и четко все расписали по наследству, наследственному договору, как два родителя на видео говорят, что, чего. Именно мы надеемся, не будем сейчас вникать в детали, это отдельная тема даже в наропередаче, но, по крайней мере, существенное упрощение именно по наследственным договорам. Ну, вот, если вы коротко, вот те инициативы, которые, наверное, приняты, именно за этот месяц, когда меня не было, здесь в регионе, очень-очень коротко эти инициативы. И сейчас какие-то еще будут рассматриваться законопроекты относительно нашего региона, наших жителей, которые, может быть, еще находятся в разработке? Что-то можно на перспективу? Значит, безусловно, рассматриваться будут, и их не одна. Прежде всего, я думаю, что правительство внесено проект закона в Государственную Думу о пенсионной реформе, слово такое громкое, об изменении отдельных параметров по пенсионной, они коснутся каждого жителя неиска автономного округа. Кроме того, будет рассматриваться, мы надеемся, что в весеннюю сессию на рулетне мы успеем, то, что, опять же, покоренным малочисленным народом севера, мы говорили как-то о том, что, когда мы зашли в этот созыв, депутаты седьмого созыва Государственной Думы поставили перед собой задачу проанализировать все законодательство, касающееся коренных малочисленных народов севера, по арктической зоне, и уже в ходе вот этой работы выявляются очень серьезные дисбалансы. К примеру, сейчас мы приняли закон по упрощении отдельных понятий по коренным малочисленным народам севера, традиционному образу жизни, хозяйство традиционное, унифицировали вот это законодательство, все унифицировали. Почему? Потому что наши коренные народы, представители, выходили в суды и проигрывали, поскольку им говорили, а нет такого понятия, нет такого понятия, отсылали до свидания. Сейчас мы, насколько это возможно, все это привели в соответствие, и намного будет проще представителям коренных малочисленных народов работать, по крайней мере, по судам, в связи с тем, что унифицировано законодательство. Кроме того, в работе находится у нас, дай бы Бог, его как можно быстрее, это по реестру. Мы до сих пор не знаем, не понимаем, кого относить к коренным малочисленным народам. Мать Ненко, отец русский. Кто он? Ненец или русский? Ну, по договоренности мать Ненко, значит, он КМНС. Записывали, как они хотели. А должно быть четко в законе определено, кто относится к коренным малочисленным народам. По численности, по национальности и прочее. Мы говорим льготы коренным малочисленным. А кого туда к ним отнести, мы не понимаем. Поэтому здесь мы очень часто встречаемся нашим федеральным агентством по национальности, об этом говорим. И проект такого закона есть, он уже навнесен в Думу. Над ним такая плотная работа ведется. По методике возмещения ущерба коренным малочисленным народам. В первом чтении у нас проект закона принят, если раньше ущерб возмещался по методике министерства профильного. И в принципе это устраивало коренные народы. Я созванивался с нашими представителями наших СПК, их это все устраивало. Где-то есть ущерб, компенсировала компания нефтяная, проблем не было. Сейчас правительство внесло проект закона, уже то еще правительство, видимо, грехи старые почищали, и в том плане, что надо успеть заявленные планы, планы, которые были, их надо реализовывать, впереди большая реформа, большие изменения в структуре правительства, кто будет работать, кто не будет. Поэтому вал документов такой поступил с правительства еще с прошлого. И так вот, они переносят эту методику на уровень правительства, не министерства и правительства. Хорошая мотивация, хорошая пояснительная записка с точки зрения поддержки коренных народов. Все это правильно. Но мы не видели эту методику. Что мы будем принимать в первом чтении? Я выступал на пленарном заседании в Государственной Думе, говорил о том, что, кстати, мне там и досталось тоже потом от своих коллег. Зачем принимать в первом чтении проект закона, если мы этой методики не видим? Будет ли она лучше, чем та, которая и есть? Не пойдет ли это в ущерб коренным народам? Заверили, что этого не произойдет, будет только лучше. И заверили о том, что ко второму чтению эта методика будет представлена. Кроме того, там у нас находятся инициативы по планам ликвидации разливов нефти, по налогообложению. Новая методика предлагается правительством уходим от НДПИ. Налог на добычу полезных ископаемых заменяется на налог на добавленный доход. Эксперимент правительство проводит. 5% всего лишь территорий, 34 месторождения, и Ненецкий автономный округ туда попадает. Мы должны четко понимать, и было десятки вопросов правительствами о том, что не будет ли это хуже по налогам для региона. Не потеряет ли регион? Говорят, не потеряет. Но в то же время в пояснительной записке пишут выпадающих доходов 34 миллиарда рублей. Откуда тогда выпадающие доходы? На добровольном основе. Нефтяная компания. Это делается для того, чтобы увеличить добычу, чтобы поддержать месторождения, которые уже выработаны. Логика есть. И логика такая серьезная на самом деле. Но, тем не менее, нужно это все смотреть, разбираться, вникать в эти проекты законы. Я могу перечислять еще не один такой закон, который у нас сейчас будет, который касается непосредственно Дениско-автономного округа. Поэтому с каждым проектом закона мы работаем. Мы постоянно направляем в департаменты письма. Уже некоторые департаменты здесь говорят, что мы только на Коткиной работаем. принять решение по тому или иному вопросу, не разобравшись. Всегда было как-то не по себе. А разобраться времени не хватает. Поэтому приходится обращаться, и это естественно, это правильно, к профессионалам, для того, чтобы они высказали свою точку зрения по тому или иному проекту закон. Не все, кстати, отвечают. Но вот тут с Александром Витальевичем мы разговаривали, понимание есть. Я думаю, что в этом плане мы работу наладим, и департаментами будем плотно, тесно работать. Сергей Николаевич, время нашей программы подходит к завершению. Я предлагаю обсудить остальные вопросы уже в следующей программе. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.